Итак, драгоценные друзья, сегодня будет у нас видео не про морские деликатесы, а про то, на чем готовим эти морские деликатесы. Но эта плита очень универсальная, так как у нас сверху здесь имеется гриль на 1250 ватт, сзади имеется у нас конвекция, то есть вентилятор с теном на 2000, это как бы духовка, да, на 2050 ватт, то есть он нагнетает сюда горячий воздух, и у нас камера довольно большого объема, 28 литров, это не реклама, это мы описываем свой инструмент, на котором мы готовим, ей 8 лет, она работала исправно, пока мы не заметили такую вещь, что при установке на нее, при установке вот таких металлических отставок, дело о том, что здесь находится кварцевый тен гриля, чтобы пищу готовить, желательно, ну чтобы корочка была поджаристая, поднимать сам продукт готовки повыше, к грилю. Ну и при установке этой железяки в комбинировом режиме, что по инструкции вроде допускается, мы раньше все время использовали, в комбинировом режиме, когда работали и гриле, и одновременно, и свечеволны, начали проскакивать искры, в некоторых моментах довольно ощутимо, хотя, как известно, металлические предметы лучше не помещать в кроволну, но так как мы решили помыть еще, у нас она имеет вот такой вот резервуарчик небольшой, сюда наливается вода, он вешается с правой стороны на стенку, включается, сейчас микроволновая печь отключена, включается очистка паром, закрываем это все, нажимается очистка паром и она там растворяет жиры, потом берешь тряпочку, вытираешь и это биокерамическое покрытие, довольно легко очищается от жира и потом убирается и продолжаем готовить. Мы тогда посмотрели и оказалось, что вот здесь правой стороны есть такое специальное окошечко, где находится сердце микроволновки, то есть здесь находится антенна от магнетрона, который посылает СВЧ-волны на продукты, которые приготовлены. И когда мы посмотрели внимательно очень, то обнаружили, что там это окошечко закрывается во всех микроволновках с льдяной такой крышечкой, оказалось, что в льде уже образовалась дыра за счет того, что мы пропустили и не убирали жир, который скапливался на этой слюдяной крышечке, поэтому пришлось пойти в сервисный центр, ну в любой сервисный центр можете обратиться, они могут вам вырезать такую крышечку из специальных у них кусочки есть слюды, обычно это Китай поставляет, можно заказать на Алиэкспресс. Взяли, сами вырезали из кусочка слюды, который был немножко больше там. Он размером был где-то 15 до 13. Поэтому в принципе там для любой микроволновки вы можете вырезать спокойно сами эту крышечку и поставить. Ставится она, у нас она крепится при помощи вот такого саморезика здесь. Саморезик откручивается, вытаскивается вот эта крышка, вырезаете новую крышку и соответственно дырочку просверлите в сверлок, это вырезается при помощи ножницами, но ножницами материал очень хрупкий, он может у вас покрошиться, поэтому лучше использовать вот такой сапожный нож, который элементарно его режет. Ну а уголочки вы можете, чтобы не было острых краев, уголочки вы можете заровнять, ну такими ножницами, небольшие ножницы по металлу. Потом взять шкурочкой и заровнять. На многих микроволновках, ну обычно для разогрева, не таких универсальных, как у нас, поменьше, просто для подогрева пищи. Используют такие вот небольшие окошечки, они вставляют, то есть крышечки для окошечек магнетрона. То есть они вставляются, немножко изгибайте, ну не переломите так, чуть-чуть изгибайте и вставляете за счет того, что здесь есть такие язычки металлические, там отверстия и вставляется оно элементарно просто. Так, мы вставляем на свое место, на место магнетрона, эту крышку, она соответствующим образом вставляется. Перед тем, как ставить крышку с ледяной на магнетрон, необходимо там внутри, где находится антенна магнетрона, вы увидите ее, необходимо почистить каким-нибудь специальным моющим раствором, предназначенным для микроволновых печей, хорошенько вычистить. Если есть там трещины и прогары, то необходимо, конечно, их зачистить и покрыть эмалью, если микроволновая печка маломощная. Если такая мощная, как нас, необходимо покупать кремно-органическую термо-краску и закрашивать удаленные металлические поверхности, потому что она в дальнейшем прогорит. Если есть дыры, но если у вас печка, конечно, полторы тысячи стоит с дырами, то проще купить, конечно, новую микроволновую печь, но если такая печь, которая сейчас стоит 14 тысяч, со всякими разными сервисами, гриль, конверсия, то, соответственно, конечно, проще запаять эту дырку и закрасить кремно-органической краской за 200 рублей пол-литра, которая стоит. В дальнейшем можете подкрасить все эти места, которые у вас. Все огрехи, да. Кремно-органические краски выпускаются в Белоруссию и в России также выпускаются. Они одобрены Минздравом для употребления в пищевой промышленности, поэтому ничего страшного, если вы внутри печи покрасите такой краской. Внешние сколы, там печи, крышку внешнюю можно покрасить обыкновенной автомобильной эмалью из баллончика, тоже недорого стоит, в пределах 150-200 рублей. Мы красили отражающую вот эту крышку гриля, чтобы верхняя крышка не грелась микроволновой печи, предназначена специально такая крышка. Она у нас полностью здесь заржавела, мы ее почистили и вот за три слоя покрасили обыкновенной алкидной эмалью. Красили автомобиль, капот держит 100-200 градусов, нормально и ничего не опирает. Ну и в результате того, что прогорело там у нас отверстие крышечки, то есть здесь раз есть дырка, следовательно пришлось разобрать микроволновую печь и сделать полное тестирование. Открыли крышку, отключили конечно перед этим от электросети, не пугайтесь, здесь уже волн высокой частоты нету, так как она выключена. Только здесь у него стоит вот конденсатор высоковольтный, поэтому необходимо его просто взять и разрядить на корпус и между собой, чтобы вас током не ударило. Хотя в этом конденсаторе внутри стоит сопротивление мегаомное для того, чтобы разряжать его после выключения, чтобы вас не ударило через обратную связь этого трансформатора, если вы возьмете за вилку шнура. Поэтому разрядив это мы взяли, сняли магнитрон, так как через варочную камеру трудно было посмотреть состояние, от колпачка магнитрона и убедиться целом или нет. Мы сняли магнитрон, он был немножко вот прикопченный, мы его почистили от жировых отложений, которые там в печке находились, так как печка у нас, как сами видите, имеет с этой стороны вентиляционные отверстия и с той вентиляционные отверстия. Здесь стоит у нас подсветка с этой стороны, поэтому пары с жиром вместе попадают сюда в электронику и все прочее. Ну мы открыли, а за восемь лет не так уж и много здесь жира было, то есть мы практически здесь ничего не мыли. Помыли, сняли вот этот вентилятор, который охлаждает магнитрон. Он должен обязательно работать, потому что если он не будет работать, охлаждать магнитрон до рабочей температуры, он просто сгорит. Колпачок. Колпачок продается в любом сервисном центре магнитрона. Обычно тоже, если у вас прогорела крышка магнитрона, то если она прогорела, то необходимо обязательно посмотреть колпачок магнитрона. Он прогорает тоже до дырок. В нашем случае он не прогорел, мы его просто помыли, спиртом протерли. Он немножко, вот у него есть немножко окален, но это не страшно. Проверяется магнитронная работоспособность элементарно, то есть если у вас печка не греет, то его необходимо проверять. А если печка греет и работает в своем режиме, то магнитрон рабочий. Просто надо убедиться в том, что колпачок нормальный. Если колпачок прогорел, то соответственно его можно заменить. В любом сервисном центре купить. Снимается он рукой, здесь небольшая такая посадочка, то есть его просто туда-сюда пошевелить. Снимается, одевается новый колпачок. Типоразмер такой же может подобрать на Алиэкспресс или в любом сервисном центре. Разбирать магнитрон не советую, потому что здесь бериллио, он вреден для здоровья, да и вообще здесь разбирать нечего. Ну типовые неисправности магнитрона это что? Магнитрон это обыкновенная лампа триод, только более мощная и имеет еще постоянные магниты в магнитном поле. Здесь вот имеется подключение питания нити накала, то есть основное это перегорание нити накала, то есть между этими двумя контактами должно быть минимальное сопротивление, то есть порядка 2-3 Ом, не больше здесь. Здесь просто обыкновенная лампочка нити накала. Вот эти контакты они проходят через проходные конденсаторы, поэтому вам лучше замерить, между этими контактами и землей не должно быть пробоя, то есть здесь должно быть практически сопротивление несколько мегалом, то есть сопротивление проходных конденсаторов. Между вот этой антенной и корпусом сопротивление не должно быть, оно есть там, но очень низкое. Здесь возможно, что внутри прогорание, подгорание и окисление этого колпачка и сопротивление будет большое, то есть за счет окалины внутри, контакта не будет между корпусом антенны и колпачком и поэтому, когда вы замерите здесь, при помощи аметра или мультиметра, то сопротивление будет большое, бывает до 50 кОм и более, но это говорит о том, что надо снимать колпачок, чистить там и вставлять или новый колпачок или этот приводить в порядок. Ну, мы заметили, все нормально. Устанавливается он снизу, в нашем случае, он устанавливается просто вот этими вот ушками, цепляется за эту, вставляет за дырку и вот так вот он прикручивается. То есть вы, когда открутите его, перемещаете его вот так вниз и вытаскиваете из этого. То есть мы его ставим на место. Крепится магнетрон самыми такими толстыми саморезами, короткими, к корпусу микроволновой печи. Он немножко проваливается, вы его чуть-чуть приподнимите и, соответственно, прикрутите его плотненько к самому корпусу микроволновой печи. Практически все тены, вот эти вот на керамике, они проверяются элементарно, то есть замеряется здесь сопротивление, так как они вот здесь соединены последовательно, то вот здесь можно замерить сопротивление, примерно 40 Ом. Получается мощность, поделив на 40 Ом, получаем, ну и еще с учетом косинус Фи 0,7, получаем 220 В, то есть вполне рабочие эти. На задней крышке имеется вот такой вот малошумящий электродвигатель, переменного тока, бесколлекторный. Это привод вентилятора, который дует, соответственно, внутрь варочной камеры. И вот здесь у нас имеется обычный металлический ТЭН на 2-250 кВт. Здесь есть датчик температуры. По нагреванию этого ТЭНа он подключает вентилятор, вентилятор дует. Три года назад пришлось сремонтировать вентилятор за счет того, что на вентиляторе, опять же, собралось очень много жира и двигатель подклинил, он перестал дуть. Пришлось снять его, просто помыть, почистить и все на место поставить. Сейчас еще три года спокойно работает, без всяких проблем. Но, в принципе, на этом обслуживание самостоятельно этой сложной микроволновки заканчивается, так как основных больших неисправностей не было. Но могу еще сказать два слова про то, что вот здесь, в этой микроволновке, да и во всех других стоит лампочка. Многие думают, что можно взять обыкновенную лампочку 220 вольт на 20 ватт от холодильника с металлическим цоколем ставить, она будет работать. Как известно, да и в интернете вы видели, если лампочку засунуть в микроволнову печь, она начнет светиться, и цоколь, это металл, он начнет, так сказать, сверкать. Поэтому обычно в микроволновых печах используются вот такие лампочки с пластмассовым цоколем, они прямо впаяны здесь, то есть она сидит на клею, на термоклею, и внутри она идет едино. То есть в любом сервисном центре за 150 рублей купите такую лампочку и замените, если она у вас перегорела. Не ходите в хозяйственный магазин, не покупайте там всякие лампочки, которые непригодны для этих целей совершенно. Некоторые самодельщики придумывают, ставят светодиодную лампочку. Но светодиодная лампочка, как известно, сама выделяет очень большую температуру. А здесь в этой печи, как всегда, присутствует температура не менее 100 градусов. И охлаждение, как такого, светодиод не будет получать, он недолго проживет в этой микроволновке. Я думаю, что конструкторы Samsung бы давно сюда поставили светодиод и горя не знали. Но они поставили обычную лампочку. То есть она имеет, соответственно, за счет того, что она в цоколе, вклеена, она имеет соответствующие характеристики температурные. И защищена от магнетрона, чтобы он ее не спалил. Ну, собрать, я надеюсь, вы ее сами соберете такую микроволновку, как разбирали, так и соберете. Если вы уже решились на разборку микроволновки, то собрать вам ничего не стоит. Поэтому я не буду дальше отнимать ваше время. Скажу только, что все человечество пугает неизвестность. И страх перед неизвестностью и незнанием, он присутствует в любом человеке. Не пугайтесь, первый раз разберете, посмотрите. Сделайте и будете, так сказать, счастливы и самоутвердитесь на этой земле. На этом все. Приятного аппетита от Петра до Крылева.